Смоленская АЭС Смоленская АЭС В отношении с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергатом». В работе 30 энергоблоков, в ремонте 6 энергоблоков. Выработка составляет 102% к плану задания ФАС. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, нагрузку суммарно 3113 мегаватт. Существенных замечаний нет по работающим блокам. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 14 дней октября составила 875 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 14 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Эксперты госкорпорации и концерна Росэнергатом подтвердили готовность Смоленской АЭС к проверке качества развертывания производственной системы Росатома по трем ключевым направлениям. Производственные потоки, ПСР-образцы и ПСР-проекты. Такое заключение они сделали по результатам предвизита развивающей партнерской проверки, с которым побывали на площадке нашей станции 9 октября. Отрадно понимать и осознавать, что на станциях концерна, особенно на станциях-лидерах, таких как Смоленская станция, надеюсь, что и Балаковская станция, и Ленинградская, и другие, производственная реализация принципов производственной системы Росатома становится операционной деятельностью. По тем направлениям, которые мы сегодня рассматривали, это потоки и потоки-образцы и ПСР-проекты. Работа ведется должным образом в соответствии с теми планами, которые на Смоленской станции зафиксированы. Как подчеркнул исполняющий обязанности директора станции Алексей Лещенко, итоговая партнерская проверка качества развертывания производственной системы Росатома на Смоленской АЭС пройдет в начале 2020 года. Предварительный визит экспертов – это возможность узнать объективную оценку текущего состояния, обменяться опытом, получить методическую поддержку и рекомендации специалистов по развитию проверяемых направлений. В ходе партнерской проверки эксперты сфокусировали внимание на применении Смоленской АЭС инструментов ПСР в производстве. Именно на этом будет сделан акцент и во время итоговой развивающей партнерской проверки. К детальному анализу подверглись развиваемые на атомной станции ПСР потоки ремонт, обращение с отработанным ядерным топливом, поставка товарно-материальных ценностей и другие. Не все предприятия могут продемонстрировать такую глубину и по производственному анализу, и по проработке, и по встраиванию инструментов ПСР в ваши процессы. И вижу, что они действительно вам помогают достигать ваших целей. По итогам предвизита развивающей партнерской проверки утвержден меморандум, в котором отмечены положительные практики и рекомендации по развитию производственной системы Росатом на Смоленской АЭС. В администрации Десногорска состоялась публичная презентация экологического отчета Смоленской АЭС. С природоохранной деятельностью градообразующего предприятия ознакомились педагоги образовательных и дошкольных учреждений, представители общественных организаций города, средства массовой информации. На Смоленской АЭС ежегодно реализуются мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. По итогам ежегодных внешних проверок Смоленской АЭС, эксперты подтверждают соответствие природоохранной деятельности атомной станции требований международного стандарта ИСО 14001 по эффективному экологическому управлению. Природоохранная деятельность Смоленской АЭС на высоком уровне оценена в госкорпорации «Росатом». В 2018 году по результатам ежегодного конкурса Смоленская АЭС признана лидером в специальной номинации экологические образцовы организации концерна «Росэнергоатом». Как отметил заместитель начальника управления информацией и общественных связей Смоленской АЭС Михаил Хоботов, атомная станция открыта для общественности. В ходе встреч, конференций, викторин, конкурсов, экскурсий жителям региона, педагогам, учащимся предоставляется объективная информация о работе градообразующего предприятия. Такой открытый диалог позволяет устранить возможные стереотипы об атомной энергетике, повышать доверие к мирному атому, что напрямую влияет на дальнейшее развитие атомной отрасли в России. Мы ежегодно с педагогами с нашими посещаем экологическую конференцию для того, чтобы узнать, что же все-таки происходит в нашем городе, какая экологическая обстановка, что делает для того, чтобы экологическая обстановка в нашем городе была безопасной, наше градообразующее предприятие Смоленская АЭС. Мы живем в нашем городе, мы видим, что делается для нашего города. Но, естественно, так как мы здесь слышим, что именно делает Смоленская АЭС для безопасности, мы уверены, что мы живем в экологически безопасной обстановке. Подробнее знакомиться с экологическим отчетом Смоленской АЭС за 2018 год можно на сайте Акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» на странице Смоленской АЭС в разделе «Безопасность и экология». 10 октября в актовом зале школы номер 3 прошла встреча активной участницы проекта школы «Росатома» Ксении Мишкиной со школьниками города. С юными десногорцами девочка поделилась впечатлениями от своей поездки на Северный полюс и рассказала о приобретенном опыте. Ксения Мишкина, 15-летняя школьница из Десногорска, вернулась из экспедиции на Северный полюс. Девочка оказалась в числе 68 самых талантливых ребят из разных регионов страны. Это стало возможным благодаря активному участию Ксении во многих конкурсах проекта школы «Росатома». Это было летом, это было в конце июня. Я находилась в школе и мне говорят, что Ксюша, тебя срочно вызывали к директору. Я поднимаюсь и Раиса Ивановна говорит, Ксюша, поедешь на Северный полюс? И у меня такой ступор, я вообще не понимаю, что, как. Она говорит, ну нужно срочно, нужно подавать документы. Ну я, конечно, конечно, я поеду, от такого просто невозможно отказаться. Пресс-конференция вызвала большой интерес у десногорских школьников. В уютном актовом зале не было свободных мест. Послушать юную полярницу пришли ученики всех четырех школ города. Свой рассказ о поездке Ксения сопроводила демонстрацией видеоролика и собственной видеопрезентацией. Впечатлений у девочки оказалось на целую книгу. Она рассказала об атомном ледоколе «50 лет победы» и его капитане, о своем знакомстве с известными людьми и ребятами из самых разных уголков России. На вершине планеты девочка развернула флаг Десногорска, а также встретила свой день рождения. Я хочу выразить вообще огромную благодарность и комитету нашего города. И, не знаю, меня, конечно, не услышат, но всему Росатому и школе Росатома за то, что они организуют такие проекты, в которых человек может проявить себя. Далее было множество вопросов и от ребят. Школьники спрашивали об условиях пребывания на атомном ледоколе, интересовались особенностями уникальной природы Арктики. После мероприятия дети не скрывали своих впечатлений. Многие из них заинтересовались проектом школы Росатома и захотели повторить путь Ксении Мишкиной. Мне действительно стало интересно, я заинтересовалась школой Росатома, и я захотела поучаствовать в некоторых конкурсах. Я очень хочу постараться повторить достижения Ксении Мишкиной и тоже побывать на Северном полюсе. Ксения же, в свою очередь, призвала своих сверстников ставить перед собой цели быть максимально активными и открытыми. Я сама была тем человеком, который лишний раз боялся куда-то лезть. Но когда я побывала вообще на Северном полюсе, я поняла, что все это стоит того и важно доносить до людей. То, что это нужно, это интересно, это развивает человека. История Ксении Мишкиной – это яркий пример того, что стремление и неустанный труд делают чудеса. Нужно мечтать и упорно идти к своей мечте. И тогда невозможное сегодня станет возможным завтра. В Питсунде завершился 11-й фестиваль-конкурс народного творчества работников акционерного общества концерн «Росэнергоатом» «Живой родник». Делегация Смоленской АЭС завоевала 11 наград, достойно представив Десногорск среди двух сотен конкурсантов. В этом году фестиваль был посвящен 65-летию атомной отрасли и пуску первой в мире Обнинской атомной электростанции. Выступление артистов оценивало профессиональное жюри, работники культуры и народные артисты, опытные педагоги и талантливые представители своей профессии. Творчество Смоленской АЭС представляли народный коллектив-ансамбль танца «Десногорские зори», взрослая группа образцового коллектива театра песни «Шанс» и столисты коллектива Елена Ткачева, Юлия Полищук, дуэт Яна и Сергей Полищук, баянист Виталий Михайлов. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 18 октября в 12.00 на городской летней эстраде торжественное поздравление с Днем призывника и показательное выступление бойцов войсковой части 33-149 «Красный Бор». 19 октября в 18.00 и 20 октября в 11.00 физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе ЦАЭС на сайте rosenergatom.ru а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин